Что общего между этими вещами, какая разница? Итак, поговорим мы сегодня прежде всего о том, как на разных языках программирования, платформах мы управляем сокетами, потоками, данными и как мы с этим можем работать. Я сюда пришел для того, чтобы немножечко дать рассказать свое видение развития работы с сетью в питоне, а это основное, что у нас сегодня есть. Если не брать Data Science, в котором питон, честно говоря, вне конкуренции, просто вне конкуренции на сегодняшний день, то все остальное это все работа с сетью. Это обработка HTTP, это обработка веб-сокетов, это работа с базами данных, это все про сеть. Поэтому все, о чем мы говорим, это все так или иначе связано с сетью. И как это в питоне развивалось, и куда это может уйти дальше, что очень важно. О чем я хотел поговорить, какие проблемы есть у нас. У нас есть система видеонаблюдения, сделанная на питоне, мы написали ее. Это классическая задача для питона. У нас есть юзеры, у нас есть камеры, которые они могут смотреть. Кто-то может какие-то камеры почему-то смотреть, кто-то не может смотреть. В общем, обычный, грубо говоря, сайтик. Если не вдаваться в детали, то это, грубо говоря, те самые формочки, которые очень хочется клепать, и мы это сделали на питоне. Почему на питоне? Мы этот софт пакуем, продаем юзерам. Мы вот та самая старая компания, которая продает софт, а не только дает сервис. О чем хочется, что нам больно, что нам лично больно. Это не какие-то абстрактные, почему все такие проблемы с многоядерностью. У нас есть сегодня сервера очень мощные, в которых по 80 ядер. Мы запускали наш софт на 100 ядерных компьютерах, еще до того, как это было у интела, возможно. Но у питона с этим сложности. Как перестать утекать с сокетами? Потому что это большая проблема. Надо мониторить количество открытых сокетов, и когда оно достигает какого-то количества, просто прибивать, потому что оно утекло. Это утечка глобальных переменных. Это ад для любого языка со сборкой мусора, как-то Ява, C-Sharp или что-то подобное. И, собственно говоря, как обойтись, если мы хотим использовать РА эффективно, и не выбрасывать сотни тысяч долларов в месяц на ненужное железо. Как, собственно говоря, нам его использовать, не сжирая впустую ресурсы. Зачем нужна многоядерность? Про это говорил предыдущий докладчик немножко, но я, возможно, не услышал причины. А смотрите, какая есть ситуация простая. На 40 ядер процессора нам нужно от 100 воркеров. Один воркер пошел к базе данных, другой на чем-то еще залип. Нам нужно, чтобы у нас все ядра использовались по полной. Для этого нужно реально много воркеров, сильно больше, чем ядер. Если в одном воркере мы отожрали мегабайт 300-400, а такое может быть, и это еще мы пишем на питоне, а не на рельсах, которые отжирают несколько раз больше, то у нас легко может вылететь гигабайт 40 памяти впустую. Не то чтобы это сильно дорого и много, но все равно жалко. Все равно жалко покупать память там, где ее не нужно, где она не нужна. Многоядерность позволяет шарить общие данные. Это очень важное ее свойство. То, что нам удобно, классно, весело и безопасно запускать много процессов, чтобы они были друг от друга независимы. Это сильно проще программировать, но это дорого. Это дорого по памяти. Про управление сокетами. У нас стоит питон, у нас стоит софтина на питоне, она подсоединяется к флюсонику и начинается опрашивать данные состояния видеокамер. Работают, не работают, есть там что-нибудь новенькое, может какие-то события произошли. С другой стороны подключается клиент в браузере, мы хотим ему в реальном времени показывать, как классно все происходит. Камера включилась, камера выключила, котик пошел, поел, котик пошел, сделал что-то еще, нажали на кнопочку, котика прогнали. Но какая-то проблема произошла. Например, мы пошли в базу данных, база данных не ответила, у нас весь код упал, осталось два открытых сокета. Человек нажал кнопку reload, опять что-то сделал, опять у него эта проблема, опять остались два сокета. И через какое-то время мы утекаем сокетами, это больно. Забытые глобальные переменные. У нас логинится человек на сайт, мы открываем для него веб-сокет, веб-сокет с его идентификатором мы помещаем какой-то глобальный дикт, опять совершили ошибку, я про это много раз буду говорить, именно про то, что код, все хорошо, классно, пока мы не доходим до ошибок. Вопрос в том, что мы всегда пишем ошибки, мы люди, и мы не можем запомнить все, мы не можем все вещи уследить. Вопрос в том, что ошибки какие-то происходят, даже те, которые мы не ожидали увидеть. Исключение сработало, ссылку удалили, данные повисли. Через какое-то время нам наших 64 гигов не хватает, и мы начинаем ныть, давайте поставим 28 гигабайт памяти в сервер. Это не решение, потому что все равно они утекут, эти данные, и это больно. И для того, чтобы про это все рассказать, я хочу, чтобы подвести к тому, о чем дальше в конце будут доклады, я хочу небольшой экскурс. Почему экскурс? Потому что все то, о чем мы сейчас говорим, про питон, гон, про ирланги, это все, весь этот путь, другие люди прошли лет примерно 30 назад. И мы сейчас с вами в питоне, на самом деле, проходим, набивая шишки, путь, который люди прошли десятилетия назад, на самом деле. Просто он повторяется с удивительной, просто удивительным образом повторяется. Итак, программа на DOS. Давайте вспомним DOS, потому что DOS ближе всего, потому что до DOS были совершенно другие вещи, которые уже, наверное, не все живы, кто помнит компьютеры класса DOS до этого, системы класса DOS. Итак, программа на DOS, она занимала монопольный компьютер. Вы запускаете игрушку, в интернет не пойдешь, потому что еще интернета нет, но и, в общем, никуда не дозвонишься даже. Пока она работает, ничего другого не выполняется. Это грустно, это действительно грустно, хотя, конечно, у многих теплые испытания воспоминания, но потому что это уже молодость. Кооперативная многозадачность. Это было, пока с DOS было совсем больно, появлялись новые вызовы, компьютеры становились мощнее, была разработана концепция кооперативной многозадачности, многозадачности. Например, это Windows 3.11, кто-то даже наверняка здесь про это видео глазами своими. Данные разделяются по процессам, и они, в принципе, друг от друга как-то защищены. То есть плохой код в одном процессе, например, в лексиконе, тогда такая штука была, он не сможет попортить код в интернет-браузере. Да, по-моему, они уже появлялись первые браузеры. И дальше вопрос, как между ними будет делиться время, потому что тогда не то, что ядер не было, больше одного ядра, было, собственно говоря, двухпроцессорная система, это была большая редкость. И схема была такая, пока один процесс пошел, например, на диск за данными, второй процесс получает управление операционной системой. И когда второй сам добровольно отдаст, тогда он может получить. Ну, я сейчас немножечко сильно упрощаю ситуацию, но примерно это было так. То есть добровольно процесс каким-то образом мог отдавать, разрешать снимать его с процессора. То есть это было желание процесса. Значит, с этим была сложность. Очевидно, что если у нас какой-то процесс решил посчитать, до майнинга тогда еще было очень далеко, но, например, он решил просто повис, потому что плохо написано, самая частая вещь, то компьютер просто был зависшим. Зависало, с ним делать нельзя было ничего. Нельзя было окошко переключить, нельзя было ничего сделать, все было зависшее. В ответ на эту проблему придумали вытесняющую наградачность. То есть операционная система теперь уже сама жестко рулит, она снимает процессы с выполнения, она полностью разделяет их данные, полностью защищает память процессов друг от друга и дает каждому какое-то количество времени. И вопрос этого шедеринга времени в принципе не закрыт до сегодняшнего дня. То есть сегодня все еще люди, делающие операционные системы, сидят и придумывают, как правильно, в каком порядке, кому сколько давать времени на управление. То есть это то, с чем мы сегодня находимся в развитии этого процесса. И этого оказалось недостаточно по той причине, по которой я уже говорил. Если у нас процессы, им нужно обмениваться данными, и обмениваться данными сложно, дорого, через сеть это будет дорого. Как-то еще тоже бывает больно. Поэтому была придумана концепция потоков. То есть потоки – это такие легковесные процессы, которые объединены общей памятью. Эту штуку сделали с лучшими надеждами на то, что все будет классно, все будет легко, просто и весело. На сегодняшний день мультипотоковое программирование строго считается антипаттерном. То есть если у вас бизнес-логика написана на патредах, то этот код, который, скорее всего, надо выбросить. Потому что в нем ошибки. Если вы думаете, что там нет ошибок, вы их просто не нашли. То есть мультипоточное программирование – это настолько чрезвычайно сложная вещь, что количество людей, которые действительно посвятились себя умению писать на тредах, и у них что-то получается реально работающее, это очень мало. Плюс к этому времени подоспели многоядерные компьютеры, которые принесли с собой совершенно ужасные вещи. Например, то, что потребовалось совершенно по-другому подходить к данным. Возникли вопросы с локальностью данных. То, что надо понимать, с какого ядра ты каким данным идешь. Например, нужно одному ядру данные положить сюда, другому данные сюда. Ни в коем случае не ходить между этим, не путать эти вещи, потому что у нас возникли фактически кластеры. Внутри смертного компьютера бывает кластер, когда у вас одна планка памяти припаяна к одному ядру, а другая планка памяти припаяна к другому ядру. И время похода между этими данными может отличаться на порядки. То есть это стало очень сложно. Теперь давайте вернемся к питону, про который мы здесь все с вами собрались. Давайте рассмотрим простой сервис, простой пример, очень примитивный. Давайте сервис помощи покупателю. Мы вбиваем на зоне товара и ищем на торговых площадках, где будет его цена пониже. Как это будет выглядеть на Django? На старом питон 2 Django, который сегодня уже, наверное, не очень популярен, мало кто начинает проекты, но у многих наверняка все это лежит еще в продакшене, потому что не выкинешь. Нам приходит запрос, мы идем к одному бэкэнду, идем к другому бэкэнду. Так вот, мы, собственно говоря, в этих местах, где у нас хтп, фетч, прайс, мы блокируемся. То есть в этот момент весь воркер встает на поход сначала к маркету, потом к ebay, потом встает до таймаута на поход на taobao, и в конце этот ответ. То есть все это время весь воркер стоит. Опрашивать очень сложно, опрашивать одновременно несколько бэкэндов. И это очень плохая ситуация, это реально плохо, потому что это жрет память, это требует как раз запуска много большого количества воркеров, и нужно сидеть, мониторить весь сервис, смотреть, насколько часто такие запросы, не нужно ли нам еще воркеров запускать, или может быть опять лишние воркеры. То есть это как раз те самые проблемы, про которые я говорил. Теперь смотрите, что мы видим. Почему я экскурс привел какой-то вначале. У нас есть один процесс на задачу, и в нем нет никакого мультикора пока еще. И вот этих мультикора на самом деле в питоне нет до сих пор. И ситуация здесь понятна. На самом деле в языках такого класса очень сложно сделать безопасный простой мультикор, потому что он убьет перформанс. Потому что доступ к данным, то есть, например, к дикту, если реально к одному дикту пойдут с разных тредов, можно взять и написать таким образом, склеить в памяти два инстанса питона, чтобы они реально пошарили данные, тогда они вам их разломают, просто разломают. То есть, например, для того, чтобы пойти к дикту, надо ставить перед ним мьютекс, чтобы не сломать. Если перед каждым диктом будет мьютекс, тогда система, ну не знаю, примерно в тысячу раз может замедлиться. То есть, будет просто не юзабельно. Это очень больно, сложно протаскивать мультикоры. У нас есть только один поток исполнения, и скелетсы мы можем только процессами. Фактически мы переизобрели DOS внутри процесса. То есть, такой скриптовый язык образца 2010 года – это фактически такой маленький DOS. То есть, у нас вот есть процесс, а внутри него штука очень напоминающая фактически DOS. Пока мы что-то делаем, ничего другого делаться не может. Это не нравилось всем. Какое-то время назад появился реактор сокетов. Ну, как и многие вещи, сама концепция появилась очень давно. Она стала очень востребована сначала в серверах типа Nginx. Тот же Nginx, например, получивший свою популярность, в том числе отчасти благодаря правильному использованию этой концепции технологии. А потом эта концепция переползла и в скриптовые языки типа Python, Ruby. В чем идея? Мы перешли к событий на ориентированному программированию. То есть, один контекст выполнения делает какой-то запрос, и пока он ждет, можно сделать что-то еще. Обратите внимание, что мы фактически прошли тогда тот же этап эволюции, как был переход от DOS к Windows. Вот только люди сделали это примерно лет на 20 раньше, а это произошло в Python, в Ruby. Это было примерно лет, наверное, 10 назад. Пускай меня поправит, если я ошибаюсь. Twisted — это пример. Как раз я помню, какая-то штука появилась с ним, как это работало. Теперь смотрите, что получается. Я взял тот же пример и переписал его примерно на Twisted. Где-то здесь могут быть какие-то ошибки, неточности. Здесь, опять же, не хватает той самой пресловутой обработки ошибок. Но схема примерно такая. Мы вот здесь, в этих местах, мы не делаем запрос, а мы просим потом когда-нибудь сходить, когда будет время, сходить за этим запросом. И вот в этом месте, где подсвечен different list, мы берем и в этом месте хотим собрать вместе ответы от нескольких функций, то есть отец каких-то запросов. И ранжевой чертой я написал, как код разрывается. У нас фактически код мы рвем на части. То, что было до того, как мы попросили сделать запрос, и после того, как мы получили эти данные. И фактически вся история про событие на ориентирование программирования — это боль от разрывания линейного кода на до запроса и после запроса. И это больно. Потому что начинаются вот такие перемешанные куски кода, когда у нас вот это еще выполняется в оригинальном запросе, а функция reply вызовется уже после. И это бывает непросто удержать в голове. Именно потому, что мы взяли и разорвали линейный код, но это нужно было сделать. Такой код, переписанный с Django на такое, выдаст совершенно неимоверное ускорение, ну, псевдоскорение, не будем давать здесь детали. Но он будет реально лучше работать. Значит, какая здесь идея у событий на ориентирование программирования? Мы берем какие-то объекты, в которых мы собираем данные от контекста, которые нам нужны, и привязываем их активацию к сокету. То есть у нас теперь готовность сокетов является одним из самых важных элементов управления всей системой. И важно то, что мы теперь должны все, что нам нужно, стаскивать в какие-то объекты, которые на самом деле будут контекстами нашими. И эти контексты, но при этом на самом деле у нас все еще язык, само понятие контекста исполнения, в котором живут исключения, все еще отделяет. То есть у нас возникает некоторая проблема с тем, что мы стараемся данные собирать внутри каких-то объектов, потому что без них никак, а язык к этому не очень дает поддержку. И все это приводит на самом деле к коллбек-хеллу, такому классическому, за что, например, люди любят ноду. Ну, любят, понятно. Там то, что до недавнего времени вообще не было никаких других способов, а в питоне уже все-таки появилось. И беда в том, что есть разрывы кода, и разрывы кода приводят к коллбеку. Вопрос, можно ли это склеить? Можно ли вернуться обратно к нормальному человеческому читаемому коду? Следующий вопрос. А что нам делать, если у нас, например, какие-то сокеты начнут закрываться, и нам бы не забыть закрыть другие? То есть это же действительно непросто. Ну и вопрос задается, как нам все ядра использовать. А синк и ой — это очень хороший ответ. Это реально крутой шаг вперед, хотя и непростой. Надо сказать, что эта штука сложная. Это непросто, это очень непросто. И под капотом там еще очень-очень много нюансов, которые все более и более болезненные. Но фактически мы здесь видим, что наш разрыв кода, про который я сказал, он замазан, он скрыт под синтаксическим сахаром, а синк и эвейт. То есть мы взяли, и все то же самое. Мы реально в этом коде не пошли к сети. И мы убрали вот этот коллбек-реплай, который был в предыдущем примере. Мы скрыли его за эвейтом. То есть эвейт — это на самом деле то место, где код будет разрезан ножницами и разделен на вызывающую часть и коллбечную часть, обрабатывающую результаты. Это прекрасная штука. Есть методы для склейки нескольких ожиданий в одном. Это классно, но с нюансами. В питоне до сих пор есть огромное количество лип, которые пойдут к сокету синхронно. Они сделают таймер с лип, и все вам испортят. И как это отладить, я, например, не знаю. Но он никак не помогает ни с утечками, ни с мультиядерностью, поэтому принципиальных изменений здесь нету, хотя, конечно, стало сильно лучше. То есть проблема, про которую мы говорили в самом начале, это управление ресурсами незакрытыми, это многоядерность, это ссылки на глобальных переменных и прочее, прочее. Это все осталось. Что же делать? Куда это, в принципе, может дальше все развиться? Будет ли оно развиваться, я не знаю. Но как это может развиться, и как это было сделано в других языках, в других платформах? Одна из концепций – это взять вот эти контексты исполнения, в которых накапливаются результаты, в которых держатся сокеты, в которых логические объекты, в которых мы обычно сохраняем все эти данные про коллбеки, про сокеты и прочее, взять и склеить их с контекстами исполнения и с потоками исполнения, их друг от друга полностью изолировать. Давайте соединим их вместе. Какие есть аналоги? Это же не то, что какая-то свежая. Если кто-нибудь пытался править с исходники Apache, описать мне модули, там есть Apache Pool. И между Apache Pool запрещены какие-либо ссылки. То есть все, данные от одного Apache Pool, запроса, пула связанного с запросом, они находятся внутри него, и нельзя оттуда ничего выносить. Ну как нельзя? Если ты будешь так делать, то либо тебя кто-то наругает, либо просто твой патч не примут, либо ты будешь очень долго мучительно отлаживать на продакшене это, и потом сам не будешь такие вещи другим разрешать. И данные между контекстами ссылаться уже просто так нельзя. Должна полная изоляция. А дальше вопрос, как обмениваться активностью. Как обмениваться? Нам все-таки не нужны такие маленькие монады, которые внутри себя закрыты и никак с другом не общаются. Нам надо, чтобы они общались. Один из подходов – это обмен сообщениями. Это примерно тот путь, по которому пошла та же Windows, обмениваясь сообщением между процессами. Там тоже нельзя пойти и дать ссылку. В обычной пертонке нельзя сделать ссылку на память другого процесса, но можно каким-то образом ему что-то сигнализировать через сеть, как в Unix, или через сообщение, как в Windows. И все ресурсы внутри этого процесса. И вот этот контекст становится потоком исполнения. То есть мы склеили вместе те runtime данные, которые есть в виртуальной машине, в которых возникает исключение. Мы склеили вместе поток исполнения, как какую-то штуку, которая у нас исполняется на процессоре, и объект, в котором мы логически собрали все данные. И что мы сделали? Мы перезабрали Unix, на самом деле. Поздравляю. Это ровно та идея, которая, на самом деле, была придумана примерно в году 69-м. Очень свежая, очень инновационная. И мы его… Пока что в Python его еще нет. Надо понимать, что Python где-то туда, скорее всего, может быть, придет, а может быть, не придет. Не знаю. Что это дает? Это дает автоматический контроль за ресурсами. Предыдущий докладчик как раз рассказывал про то, что можно на ГО написать программу и обработать все ошибки. И она будет стоять, как в лета, работать месяцами. Действительно так, но мы не обрабатываем все ошибки. Мы живые люди. У нас всегда есть сроки, у нас всегда есть желание сделать что-то полезное, а не обрабатывать 535-ю ошибку за сегодня. И этот код, который обсыпан обработкой ошибок, он никого не вызывает никаких теплых чувств никогда. Поэтому на самом деле мы все пишем happy path и дальше на продакшене разберемся. Давайте честно. И только лишь когда нужно что-то обрабатывать, тогда мы начинаем обрабатывать это все. Defensive programming – это чуть-чуть из другого, и это не коммерческая разработка. Давайте по большому счету. Поэтому когда у нас есть автоконтроль за ошибками, это прекрасно. И на самом деле операционные системы его придумали 50 лет назад, что если процесс какой-то подыхает, то все, что он открыл, все открытые файлы, все открытые сокеты, все, что у него было, все закроется автоматически. Никому не надо сегодня писать код, который за убитым процессом будет подчищать файлы. Это уже не в одной операционке давно. Уже 50 лет как нету, а у нас в питоне все еще надо за этим всем следить руками внимательно, очень аккуратно следить руками. И это странно. При этом какие-то тяжелые вычисления можно вынести в другой контекст, потому что он уже может уйти на другое ядро. Раз мы данные распилили, нам больше не нужны мьютексы, нам не надо с этим бояться этого. Мы можем отправить данные в другой контекст, сказать, ты где-нибудь там выполнись, а потом, когда закончишь, сообщи мне, что ты закончил, что-то сделал. И дальше небольшая помощь от виртуальной машины, от рантайма, и то, о чем мы говорили со синк-эвэйтом, можно переделать так же на сообщение, убрать синк-эвэйт и получить это на уровне виртуальной машины. Мы что получили? Мы получили Ирланка, придуманный лет так 30 назад, наверное, может быть 25, я сейчас смутно помню. Но это очень старая штука. Вот ребята там бородатые, они-то еще были не очень бородатые, они взяли, посмотрели на Unix, перенесли все концепции, которые были в Unix, в Unix перенесли в язык программирования, сказали, у нас теперь будет своя штука, мы хотим спать по ночам, и чтобы можно было спокойно ездить на выходные на рыбалку без компьютера. Тогда, правда, еще не было компьютеров и ноутбуков, но они уже тогда догадывались, что нужно будет об этом думать заранее. Мы получили активные контексты, которые сами исполняются. Как это будет выглядеть? Пример, мой пример на Ирланге. На Алексире примерно так же, с необыкими вариациями. Мы запускаем какие-то фетчеры, которые пойдут к другим. То есть мы запустили несколько отдельных контекстов, новых здесь, и теперь мы их всех ждем. Вот мы дождались, собрали эти данные, и результат вернули как минимальную цену. В принципе, похоже на AsyncEvait, только без слов AsyncEvait. Какие здесь есть особенности у Эрланга, которые находятся в базе Эликсира? То есть все это переносится на Эликсир абсолютно точно так же. Это запрет на кросс-процессовые ссылки. Под словом процессы я сейчас подразумеваю уже легковесный процесс внутри виртуальной машины. То есть вот этот контекст. Можно, грубо говоря, думать так, что в Эрланге, перенося на питон, в Эрланге запрещены ссылки на данные внутри другого объекта. То есть можно иметь ссылку на весь объект целиком, вот как вот закрытую коробочку, но на данные внутри него ссылаться нельзя. Ты не можешь даже синтаксически получить поинтер на данные, на данные, которые находятся внутри другого объекта. Можно только про сам объект знать. Внутри этих процессов, объектов нет мьютексов. Это важная штука, потому что, например, история про отладку на продакшене рейсов многотрендных, это то, с чем я лично больше… Я не хочу больше в своей жизни никогда с этой штукой пересекаться. И, честно говоря, никому этого не пожелаю. Это очень больно. Процессы могут перемещаться между ядрами. Это стало безопасно. Это реально стало безопасно, потому что раз у нас нет вообще данных, у нас нет больше ссылок на внутри, и при перемещении данных из одного места в другое нам больше не нужно обходить, как в Java, кучу-кучу других поинтеров и переписывать эти поинтеры. Почему? Откуда возникает проблема, например, разреженности хипа? То, что на эти данные кто-то ссылается. Если мы переносим данные внутри хипа в другое место, чтобы уплотнить, нам нужно пройтись по всей системе, которая может занимать десятки гигабайт, и все поинтеры обморить, но это безумие, это невозможно. Поэтому мы получили полный поток безопасности за счет того, что вся коммуникация через сообщение. И на сдачу от всего этого мы получили вытесняющий шедерлинг процессов, который сюда очень легко и дешево достался. Сообщение как основу коммуникации таких процессов. Внутри объектов обычные вызовы функции, а между ними сообщение. Приход данных из сети сообщения, ответ другого объекта сообщения, что-то еще тоже, это тоже сообщение. Такого в Unix нет, это скорее так в Windows принято. В Unix такое не прижилось. Теперь вызовы методов. У нас же есть объекты, которые мы называем процессы. Вот вызов метода тоже посылка сообщения. И теперь, что классно, можно сделать вызов метода с таймаутом. То есть, если какая-то штука у нас есть, она медленно отвечает. Можно пойти и вызвать метод на другом объекте, но при этом сказать, я готов ждать не больше 60 секунд, потому что у меня стоит клиент, у которого таймаут 70-70 секунд. И мне нужно будет пойти и сказать ему 503, приходи завтра, сейчас тебя не ждут. Более того, внутри объекта можно принять запрос на вызов метода, сказать, да-да, я тебя сейчас положу, вот приходи через полчаса, я тебе отвечу. И, точнее, не говорить, а просто молча отложить эту сторонку. Мы этим надо пользуемся. Как работать с сетью? Мы же с вами про сеть говорили. Можно писать линейный код, можно писать коллбэк, можно писать в таком же стиле, как с async и withGether. И вот как раз пример, как это будет выглядеть. Функция waitfor, которую я показывал в примере, она выглядит примерно так. Мы перебираем список тех, от кого мы еще ждем ответы. И если у нас есть, если мы с помощью метода receive получаем сообщение от того процесса, мы его записываем в список. Если у нас список закончился, мы возвращаем все, что было. Накапливаем список и через тайм-аут, если мы за 60 секунд. То есть мы взяли и попросили одновременно три объекта пригнать нам данные. И если они все вместе за 60 секунд не справились, то есть хотя бы один из них ответил, окей, сгодится, ни один у нас будет пустой список, но важно то, что мы сделали общий тайм-аут на запрос сразу к целой пачке объектов. Важно, что это можно сделать… То есть кто-то может сказать, что вот подумаешь, в липкурле все то же самое есть. Но здесь важно то, что у нас может с той стороны быть не только поход по хтп, а еще и поход к базе данных или какие-то вычисления, например, подсчет оптимальной циферки для клиента. Теперь про обработку ошибок, которая у нас тоже важна. Поскольку ошибки у нас перешли из потока в объект, то теперь сама ошибка, любое исключение, она становится привязана к этому объекту, не к тому треду, в котором это все выполнялось, а к объекту, в котором это выполнялось. И это гораздо логичнее, потому что обычно, когда мы рисуем на доске всякие квадратики, кружочки, надеясь, что они оживут и начнут приносить результаты деньги, то мы рисуем на самом деле, как правило, объекты, а не потоки, в которых этих объектов будут выполняться. Например, у нас, кстати, на сдачу мы можем получить теперь сообщение о смерти другого объекта. И это будет автоматически сделано. Более того, про отладку в продакшене. Что у нас может быть приятнее, чем пойти на прот и начать там дебажить? Особенно, если ошибка возникает только под нагрузкой, которая у нас только в часы пик. Мы в часы пик говорим, а давайте я сейчас рестартну, а тебе говорят, ну вот туда, вот там, иди там за дверь, и там рестарти, у кого-нибудь другого. А здесь это можно сделать. Мы можем зайти внутрь живой системы, запущенной прямо сейчас, которая специально к этому не приготовлена. То есть, для этого не требуется перезапускать с профилировщиком, с отладчиком, с вещами пересобирать. То есть, без какой-либо потери перформанса можем зайти внутрь живой системы, посмотреть список процессов, посмотреть, что у них внутри находится, как это все работает, потрейсить их, проверить, что у них происходит. И это все бесплатно из коробки. Что у нас дальше происходит? Мы бонусы с этого получаем, с такого подхода. Код очень надежный. Например, у питона есть хрупкость salt-async, и эта хрупкость она сохранится еще примерно лет на 5, не меньше. Ну, может быть, быстрее, но учитывая сквозь скоростью питон 3 внедрялся, глупо думать, что это будет очень быстро. Трейсить сообщения, впрочем, отслеживать коллбеки. Это важная штука. Казалось бы, если у нас в основном есть коллбеки для обработки сообщений, которые мы где-то можем увидеть, то чем это лучше? Тем, что сообщение это кусочек данных в памяти. Его можно посмотреть глазками и понять, что сюда пришло. Его можно в трейсер засунуть, можно получить в текстовом файле список сообщений. И это сильно удобнее, чем сами коллбеки. У нас есть шикарный многоидер с управлением памятью и тестной интроспекцией. Какие проблемы есть у Erlang? Они, естественно, есть. Мы теряем максимальный перформанс. Из-за того, что мы больше не можем ссылаться на данные в другом процессе объекте, из-за этого их надо таскать туда-сюда. Это не бесплатно. И там, где мы можем взять и на оси написать программу, запускающуюся на всех 80 ядрах и обрабатывающую один массив данных, и мы будем думать, что она их делает правильно и корректно, здесь этого сделать нельзя. Потому что нужно аккуратненько эти данные распилить, раскидать по пачке процессов, уследить за всем этим. И вот это раскидывание, эта коммуникация, она стоит ресурсов, она стоит тактов процессора. Насколько это быстро или медленно, по нашему опыту мы пишем код на Erlang и уже очень давно, уже практически 10 лет. У нас есть наш конкурент, единственный выживший конкурент за эти 10 лет, он написан на Java. У нас с ними практически полный паритет по перформансу. То есть кто-то говорит, что мы хуже, кто-то говорит, что они лучше. Но у них Java, Java со всей ее джитом, со всем, что там есть сзади. И выясняется внезапно, что когда мы пишем программу, обслуживающую десятки тысяч одновременных сокетов, прокачивающую через себя десятки гигабит данных, при всем при этом алгоритмическая правильность алгоритмов оказывается важнее и умение это все дело отлаживать в продакшене, чем потенциальные плюшки от той же Java, в которую вложили миллиарды долларов ее джит. То есть не надо думать, что Java и джит дают из коробки какие-то магические преимущества. Но если мы хотим опять помериться какой-нибудь дурацкий бенчмарк, посчитать числа Фибоначо, хотя что может быть бессмысленнее, чем эта дурацкая вещь, то здесь конечно Erlang будет даже хуже Python, может быть сравним. У нас есть накладные расходы на локацию сообщений, в некоторых моментах это становится больно. У нас в коде есть некоторые кусочки, которые написаны на C, потому что там в этих местах совсем никак не получалось с Erlang. Но их очень мало, мы почти все выпилили на самом деле из того, что мы думали, что будет важно, а оказалось нет. Что у нас там под капотом еще есть внутри? у меня осталось немножечко, да. Значит, у Erlang нет синтаксис изменения переменных, есть только данные, которые передаются в саморекурсивную функцию. Саморекурсивная функция, которая вращается по кругу, делает методы receive, send receive, это на самом деле и есть процесс, то есть такая эмуляция. Из каких-то базовых компонентов собрали вот такую вот штучку, которая на самом деле там даже объектов нет, это просто функция, которая данными работает. зачем я все это рассказывал? Зачем я заставил все это слушать? Я считаю, что важно понимать траекторию развития. Я не просто так начал с исторического контекста, чтобы показать, какие были стадии разработки у системных программистов и что на самом деле мы сейчас с вами находимся с питомом где-то посерединке того пути развития. И возможно, это понимание будет понятнее, как это будет двигаться дальше, или кто-то из вас решит пойти и менять питон, чтобы он тоже приобрел какие-то фичи уже более современные, которым хотя бы 20 лет, а не 40. Ну и, естественно, кругозор, знание альтернатив тоже очень полезно, потому что какие-то вещи возможно вы решите переписать на эликсире, посмотрев на это, но это такое дело, дело личное. Так что вот, вопросы. Спасибо. Спасибо. У меня сначала комментарий, потом будет вопрос. Ты знаешь, у меня как бы код на плюсах, я тоже могу все делать, то, что ты рассказываешь, но у нас там есть актеры и чуть-чуть питона. Можете я сразу перебью? Есть хороший пример, я забыл. Сабжектайзер. Короче, есть сейчас несколько систем на плюсах, которые на самом деле это попытка передивать Ирланг. Успехов через 20 лет они будут тоже может быть вылезанными и рабочими неплохо. У нас продакшн все хорошо, у нас там были плюсы и актеры, но на самом деле у меня к тебе вопрос, потому что я смотрю в Ирлангу и у меня скорее вопрос по Ирлангу больше, нежели чем про это все. У нас есть конференция по питону, давай. Не-не-не, просто как бы тебя выловить сложно. Ну давай, тебе сейчас. Давай, давай. Это про иерархические хипы. Когда у тебя один, как это называется, который инициализирует пачки, потом инициализирует пачку и потом инициализирует пачку, это был супервизор, который порождает еще супервизор. Вопрос, а как происходит уничтожение куска памяти, если неожиданно мастер-супервизор не детеныш внизу, давай все расскажу. В Ирланге нет никакой концепции иерархических хипов, все процессы друг от друга изолированы, все, о чем ты говоришь, это построено на уровнем выше, никак не связано с тем, что внутри. Внутри в Ирланге это маленькие закрытые коробочки, которые никак, абсолютно никак не пересекаются друг с другом. Более того, все попытки оптимизировать за счет ревкаунта между ними, они практически оказались бесполезны. Есть похожий пример с строками и copy-on-write. Пока Microsoft тупил примерно лет 15, пытаясь запометить copy-on-write для строк, в Linux его быстро сделали и этим хвастались. Через 15 лет выяснилось, что без copy-on-write просто перекопировать строки это правильнее, лучше и дешевле по той причине, что ты не тратишь время на mutex. То есть сейчас из Glepsi выкинули copy-on-write, потому что это оказалось просто нерабочая схема, потому что когда у тебя есть три уровня кэша, они находятся на разных процессорах, и у тебя просто кластер внутри компьютера, то все эти сложности не нужны. Поэтому никаких иерархических хипов нет. Если у тебя процессы решают пойти и сдохнуть, все их данные просто как у Apache Pool будут выкинуты. Все. Без какого-либо спроса и прочего. объем неправильно читаю. И вопрос суперстранный и быстрый. Тебе вообще нравится на новом питоне-то писать? Нормально у нас у людей все получается. Я туда так заглядываю больше. Так, давайте следующий вопрос. Да, давайте следующий вопрос. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Первый такой. В питоне в асинхронных примитив, которые позволяют асинхронно выполнять код, не так много. Это по сути только хождение в сеть и вот таймеры, насколько я знаю. А в Ирланге есть ли более широкий класс вот этих примитив? То есть задачи, которые можно выполнять асинхронно, они какие-то более разнообразные или это тоже в основном чтение? Если мы говорим про примитивы, то сюда добавляется еще два примитива. Первое – это сообщение от виртуальной машины о том, что процесс сдох. То есть, например, ты попросил процесс посчитать, что нужно клиенту сейчас показать. При этом ты поставил таймер, что у тебя, например, это все 30 миллисекунд, ты пишешь реалтайм-биржу, через 30 миллисекунд эти данные уже не нужны. Ты ставишь таймер и говоришь, быстренько пойди, посчитай. А там какие-то баги, он пошел, обсыпался. Ты знаешь, что уже ждать не нужно, он сдох. Это то, чего нет в питоне, потому что нет и концепции процессов разделенных, нет по этой смерти объекта. А здесь она и есть, это понятие. А вторая вещь – это просто посылка сообщений. То есть, у тебя другой процесс может послать сообщения. И это и есть очень важный примитив, то, что у тебя посылка сообщений, коммуникация с помощью сообщений, она у тебя находится в том же входящем канале, в том же мейлбоксе, что и сеть, что и таймеры, что и все прочее. То есть, у тебя один входной мейлбокс, в который сваливаются и ответы других процессов, и данные о смерти, и сообщения от сети, и таймера. Вроде так вот сходу я сейчас чего-то еще особо. Ну может там какие-то есть системные вещи, типа сигнал от операционки, обработка сиг-хаба, но это уже мелочи такие несущественные. То есть при этом процессы могут разбегаться по ядрам, и можно в том числе асинхронно вычислительные задачи выполнять? Абсолютно верно, так и есть. Хорошо, и второй вопрос. Вы делали экскурс исторический и сказали, что во многих операционных системах это уже решено, и, видимо, было решено раньше, чем это появилось в языках. Может быть, есть какие-то сильные стороны, почему языки пошли заново по этому пути, а не как-то отдали большую часть управления ресурсами на откуп операционной системе? То есть большую интеграцию с операционными системами может быть. Я думаю, что это классическая проблема, почему, например, сегодня есть DPDK. Мы 50-70 лет делали операционные системы, которые должны сами ходить с сетью, и в итоге сегодня мы пришли к DPDK, когда мы просто выкидываем абсолютно все слои, которые есть мимо, и ходим к сети напрямую. То есть ладно, черт с ним пойти к дискам. Работа с дисками во всех операционках паршивая, но сеть, казалось бы, и все равно оказывается. То есть наслоение уровня абстракции на каждом историческом моменте становится невыносимым, нетерпимым. Там, где операционки предлагают фактически изоляцию, они дают и дорогую кросс-процессную коммуникацию. А здесь хочется ее бесплатно, потому что это становится. Плюс к этому всякие эзотерические операционки, которые пытались это решить еще лет примерно, лет где-то 20 назад, я помню, какой-нибудь там L4, например, был, кто-то еще из подобных вещей, они все тихо-тихо как бы сдохли в недрах институтов и просто не пошли, потому что сегодня мы фактически имеем Linux везде, абсолютно везде, и так вот трепыхающиеся на сдаче Windows на ноутбуках. И все, здесь все многообразие, оно все как бы сдохло, исчезло, и пока нет никаких причин, чтобы это поменялось. И скорее всего проблема в том, что те реализации, концепции, которые были в операционках, они стали опять же неприемлемы. Ну в том числе как-то история с теми же мьютексами. Спасибо. Спасибо за доклад, за экскурс исторический. Всплакнулось? Да, вспомнил, как писал резидентные программки под ДОС. Точно всплакнулось, да? Да. Всю эту эволюцию сам наблюдал. И вопрос такой, собственно, ну сеть-то здорово, мы сейчас носимся сетью, почему профайлы забули? Что у нас, совсем все плохо в эликсире, в питоне с файлами, да, старыми, добрыми. В Erlang'е с файлами одна из самых лучших реализаций. И она такая же отвратительная, как и везде, по той простой причине, что в Linux'е, ну про Windows говорить не буду, просто потому что это вот… Но когда мы хотим с диска прочитать, например, Gigabit 20 с хардов, это жесть. Это жесть, и это очень больно. То есть фактически в следующий день просто операционная система Linux, ну и все остальные Unix'ы. И рассказы про то, что во FreeBSD есть какие-то магические, волшебные, асинхронные EO, это лучше оставить вот как бы тоже для какого-то доклада, который никто не будет проверять. Ни в одном Unix'е сегодня, который широко определенный, нет хорошей подсистемы хождения к VM. То есть мы и мы работаем с сокетами очень хорошо. Сегодняшние персоны, сегодняшние реализации способны обслуживать, вот по WhatsApp называл цифру, в 3 миллиона открытых сокетов на одном компьютере. То есть один компьютер держит 3 миллиона открытых активных соединений, по которым есть какая-то активность, таймеры, то есть даже 3 миллиона таймеров, это уже вполне по себе. И с диском полный трэш, то есть полный вообще трэш. Но в Ирланге это сделано максимально хорошо, максимально годно. И там это сделано так, что угробить систему тяжело. Можно, но тяжело. Спасибо. Так, ну я думаю, что на этом мы остановимся. Ничего страшного, дискуссия продолжится. Ну Никит, можно? Хорошо, давай. Спасибо большое. Последний вопрос. А если так все хорошо, почему так мало используют? Что мало используют? Ирланг. Ну то есть. Мало используется почему? Пролог здесь ни при чем. Здесь, я думаю, что возможно вопрос именно в том, что некоторые сильные стороны, они же и слабые стороны. То есть, например, на Питоне… Смотри, плюс есть какие-то вопросы исторические. Почему, например, Data Science никто не будет писать на рубях или на Ява Скрипте? Ну если человек, конечно, вообще… Если у него есть ЛГА. Потому что на Питоне появились шикарные утилиты. Почему так сложилось, что такое пишется на Питоне, я не знаю. Но, например, на тех же рубях, на которых есть божественные рельсы, ничего кроме рельса не было написано за 25 лет. Ни одной строчки кода в ней рельс нет. А на Питоне такие вещи живы, нормально здравствуют. Но Питон не прижил в качестве системного языка. Там сейчас Гоу вытесняет Perl. Мы это видим, мы находимся в середине, как Гоу убивает Perl, из численный баш, делая совершенно прекрасный новый системный язык. Поэтому с Erlang'ом отчасти это пролетели мимо хайпа где-то. Например, это реально его делают такие бородатые мужики, которые к хайпу относятся очень негативно. Они помнят, как появился C. И для них это все, для них любая истерика. То есть они, например, несколько лет внедряли себе мапы. Они думали, как это будет работать хорошо, а это будет плохо, а это будет не очень хорошо. И с таким багажом, естественно, многие вещи становятся не очень модными. Это такая вещь, которая многим важна. Плюс, конечно, когда у тебя Google придумывает очередной язык для того, чтобы отманить себе девелоперов из Facebook, то, естественно, это будут другие совершенно маркетинговые вещи. То есть надо понимать, что Google не для того, чтобы решить свои проблемы, а для того, чтобы решить свои кадровые проблемы. Так же, как и React, на самом деле, сделан чтобы решить кадровые проблемы у Facebook. И эти вещи, они всказываются. Плюс то, что, конечно, например, на том же Erlang'е пойти написать даже регистрацию юзера, ну, честно говоря, это неприятно. Просто неприятно. То есть там, где совершенно шикарно написать систему обработки видео, который видео пропускает, или кончат сервер, отладить его, чтобы он реально работал на продакшене, вот как бы здесь Erlang'е или Elixir, это просто как бы вот он сияет всем всем великолепием. А пойти, ну, нету RMA нормального на Erlang'е, потому что его не сделать на том, при тех подходах, которые есть. Есть Ecto. Ecto, да. Да, в Elixir'е, то есть я очень надеюсь, что это, кстати, выживет. Да, у Elixir'а здесь другой подход и притащен другой комьюнити. Я надеюсь, что здесь это даст сильный, сильный буст. Поэтому ты спросил про Erlang'е, я тебе рассказываю. На Erlang'е это не сложилось. А на Elixir'е другой комьюнити, другой маркетинг. Обратите внимание, разница прежде всего в маркетинге. Просто как бы вот в рельсовую тусовку забросили как бы новый рантайм, который, ну, просто небо и земля. И говорят, ребята, здесь почти все точно так же, как бы еще и от знакомых вам людей. Все такие, о-о-о, давайте туда, все новенькое что-то, да, оно работает, елки, как оно работает, боже мой, куда же тебе все это железо девать ненужное. И это важная вещь. Так что я надеюсь, что Elixir'е как раз будет чуть-чуть другое будущее. Спасибо. Давайте поблагодарим нашего спикера. И Макс, скажи, у кого был наиболее занимательный вопрос. Я думаю, что вот человек из МГУ, да, с футболочкой. Давайте похлопаем еще этому человеку. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ